Добрый день, давайте пока у нас техническая настройка происходит, я представлюся и представлю наших эмитентов. Меня зовут Алексей Тюрин, я из проекта Market Power. У нас сегодня спикеры это финансовый директор PowerM Video Eldorado Анна Гарманова и IR-директор институционного холдинга SFI. Это Антон Гольцман. В общем-то, жизнь у эмитентов в последний год была достаточно бурная на события. У SFI это был долгожданный выход Европлана на IPO. Это и история с квази-казначейским пакетом, о которой мы наверняка поговорим. В NVIDIA на первый взгляд событий может было и меньше, но компания показала очень-очень хорошие результаты за прошлый год, которые были гораздо-гораздо лучше, чем 21-й и 22-й такой кризисные турбулентные года. Вот, обо всем этом сегодня поговорим. Наверное, начнем с презентации, а затем перейдем к вопросам. Ну, у меня сегодня будет роль, всем привет, Антон Гольцман, IR-SFI. Сейчас попробую тут не навести лишний беспорядок. На самом деле, по техническим причинам наша презентация не дошла до зала, и это, наверное, даже хорошо. Я меньше времени потрачу на свое выступление. Как уже сказали, у нас, кто знает, что такое SFI, надеюсь, все, потому что это наша третья конференция в Питере. И, ну, кстати, не так много рук, я думал, сейчас все поднимутся. Вот, соответственно, наша третья конференция в Питере. Все начиналось с самого маленького зала, в который пришло, мне кажется, в 22-м году человек 14. И многие зашли случайно, и поэтому в ответ на этот вопрос никто, в принципе, не поднял руки. Но вот о нас узнало 14 человек. Первых, так сказать, инвесторов розничных. Потом уже, конечно, было все бодрее и бодрее. Вас становилось все больше и больше. И сегодня невероятно приятно видеть уже полный, большой, достаточно зал тех, кому интересны кейсы SFI и одной из наших инвестиций – компания «Эльдорадо». Я думаю, что основная часть нашей беседы будет в форме диалога после того, как мы с Анной закончим наше выступление, потому что, наверное, интересуют вас в большей степени ответы на ваши вопросы, которые вы нам хотели задать. В двух словах, у нас все здорово, у холдинга все хорошо, мы продолжаем расти. Мы, почти все уже наши активы, они являются публичными, поэтому нас очень легко оценить. Мы продолжаем развиваться как в консолидированном, как с точки зрения МСФО нашей отчетности, демонстрируем рост ключевых показателей. В первом квартале заработали 8,3 миллиарда чистой прибыли. По РСБУ, благодаря успешно проведенному IPO Европлана и отражению средств, поступивших за него, показали 15 миллиардов чистой прибыли. Напомню, что РСБУ-отчетность в нашем случае – это то, на что стоит ориентироваться инвесторам, для того, чтобы спрогнозировать, какие дивиденды могут поступить на их счета. Кстати, на этой неделе в преддверии конференции постарались оперативно выплатить дивиденды. Надеюсь, всем дошли, кто держит наши акции, поэтому вы будете сегодня позитивно настроены. Конечно, хотелось бы, чтобы в этом зале было сегодня больше тех, кто зашел в первом квартале и увидел рост, а не тех, кто ближе к началу второго квартала в наши акции. О, ничего себе! Но тогда все-таки быстренько пробегусь по презентации. Это наш портфель, все, я думаю, его знают. Две компании, одна из них за последние полгода стала публичной. Европлан – лидер среди независимых компаний на рынке автолизинга. Теперь у нас 87,5%. Вот наша недооцененная жемчужина в нашем портфеле – ВСК. По данным, наконец, первого квартала, вырвалась на четвертое место по нон-лайф-страхованию. И наши миноритарные вложения в акции публичных компаний – это Руснефть и Мвидио Эльдорадо. В Руснефти, если вы следили за нашими новостями, немножечко подсократили долю, продав на рынке, небольшой пакет наших акций был 11,2%, теперь 9,8% в уставном капитале Руснефти у нас есть. Ну и кликер что-то подводит нас. А можно тогда поэт? Ну и кликер. Ну и кликер. Как я уже говорил, наш финансовый показатель – это МСФО-отчетность. Доходы холдинга выросли на 27%. Это консолидированные данные с учетом всех активов, которые мы консолидируем. На самом деле консолидируем построчно только европлан, и доходы от страховой деятельности просто одной строкой вписываем в нашу МСФО-отчетность в соответствии с нашей долей владения 49% в компании ВСК. За первый квартал наблюдали положительную переоценку вложений в акции публичных эмитентов, что принесло нам еще более 2,5 миллиардов дохода. И вот чистая прибыль, как я уже сказал, больше 8 миллиардов рублей. Увеличился капитал, выросли активы. В первую очередь за счет бурного роста европлана, чистой инвестиции в лизинг в структуре активов – 240 миллиардов рублей. Промахнули слайд с долгом, это и хорошо. У нас уникальная ситуация, не уникальная, но хорошая для нас ситуация – отрицательный чистый долг. То есть сумма, располагаемая нами ликвидности, больше, чем то, что мы должны по нашему кредиту одному из генеральных партнеров конференции Smart Lab. Мы даже немножечко зарабатываем на этом, потому что стоимость долга ниже, чем тот процент, который мы получаем сейчас от размещения этих средств. По плану к концу года у нас погашение долга. Мы намерены сократить, если не будет каких-нибудь сделок, где нам нужно будет потратить деньги на какой-нибудь очередной замечательный актив. Мы собираемся к концу года погасить долг перед банком и вступить в 2025 год без долгов в соответствии с рекомендациями народных примет. Так, можно к рекомендациям аналитиков, которые к следующему слайдику. Так, кликер. А, заработал. Ничего себе, а я гоняю тут человека. Почем зря. Значит, справа основные факторы нашей инвестиционной привлекательности, по мнению аналитиков, это по-прежнему возможность и в бизнесе публичного европлана поучаствовать через нас и в бизнесе ВСК. ВСК тоже очень активно развивается, нас очень радует, выходят на новые для себя рынки, очень активно там работает и зарабатывает прибыль и выплачивает нам дивиденды, что важно. Вот недавно получили в размере миллиарда трехсот от ВСК дивиденды за 23-й год и промежуточные получали в прошлом году. Соответственно, мы в прошлом году возобновили нашу дивидендную историю, выплатили промежуточные за 9 месяцев, в этом году доплатили полные за год и планируем по вот этой дороге дивидендных выплат двигаться и в дальнейшем. Мы достаточно эффективны с точки зрения наших расходов, в этом году это может быть в общей отчетности будет не так заметно, потому что были расходы, связанные с проведением IPO Европлана, достаточно дорогостоящие для продающих акционеров упражнения. Но, тем не менее, если очистить от этих ванов эффектов, мы достаточно мало тратим на себя, на содержание холдингового центра. И, в принципе, если мы вот этот путь от дочерних активов до наших акционеров сделаем таким почти бесшовным с точки зрения дивидендов в частности, то мне кажется, что мы имеем все шансы снизить наш дисконт. Сейчас он, если учитывать грядущее погашение казначейских акций, больше 50%, мы надеемся его в 20-25% превратить. Анонсированы уже и надеюсь, что все будет хорошо, что все случится. В июле должны сократиться, вернее, должны погаситься наши казначейские акции. Соответственно, отдача для инвестора должна вырасти более чем в два раза. Плюс, как я уже говорил, долга у нас к концу года не должно быть. Соответственно, не успели добавить в презентацию. Синара вчера присоединилась к числу замечательных банков, осуществляющих наше покрытие. У них по текущей стоимости активов, которые входят в наш портфель, оценка 1900 рублей за акцию. Если все активы будут расти, развиваться и приближаться к своим целевым, по мнению аналитиков, сценария оценки, оценкам, то они 2600 рублей за акцию устанавливают целевую стоимость акции SFI. Соответственно, вот где-то на уровне 2,5 консенсус прогноз аналитиков по нам мы будем делать все для того, чтобы реальность с этим консенсус прогнозом совпадала. На этом все. Мы очень активно общаемся с инвесторами во всех доступных каналах. Эту практику развиваем. Присоединяюсь к нашим сообществам в той соцсети, которой вы пользуетесь. И передаю слово Анне. Почему? Мы решили пригласить MVideo на нашу сессию. В принципе, одна из тем, таких важных для холдинга, это участие в планируемой и анонсированной ранее допомиссии MVideo. Мы заинтересованы в том, чтобы MVideo развивался. Видим, что он уже очень активно растет. И считаем, что участие через акционерный капитал, вернее, замещение части долговой нагрузки акционерным капиталом может быть тем путем, который позволит MVideo развиваться еще быстрее. И как ключевой миноритарный акционер заинтересованы, чтобы этот рост был, чтобы он был быстрым. И, соответственно, сейчас презентуем вам еще и кейс MVideo, для того, чтобы вы тоже были уверены, что в MVideo все будет хорошо. Добрый день. Ну, в целом, наверное, не по всем метрикам, которые сказал Антон, мы можем похвастаться такими же результатами, в частности, например, чистой прибыли, но в динамике идем хорошо. Сейчас я немножко расскажу, куда мы двигаемся, только это не наша презентация, можно поменять. Так, может быть, по-другому. О, он в обратную сторону. Мы здесь показали результаты за 2023 год. Первый квартал мы раскрывали операционные результаты, чуть позже скажу, но в целом, как коллеги отметили, 2023 год для нас стал достаточно хорошим после 2022 и после 2021 года. Что произошло в 2023 году? В 2023 году мы, на наш взгляд, настроили ту операционную модель, которую выстроили в 2022 году. Напомню, наверное, так уже, надеюсь, что все-таки я не буду просить руки поднимать, но присутствующие знают немножко MVideo. В 2022 году нас по-серьезному накрыло, потому что все наши плюсы, которыми компания пользовалась на протяжении последних 29 лет до 2022 года, они превратились в минусы. Какие же у нас были плюсы? У нас были прямые договора со всеми производителями крупной бытовой техники. Мы покупали все в рублях на территории Российской Федерации, платили только после того, когда продавали товар, и все было хорошо. Соответственно, оборачиваемость у нас товарных запасов была большая, но эффект с ней, потому что мы платили только после того, когда продавали этот товар. Не было никакого дефицита, у нас были лучшие условия на рынке с точки зрения цены этого товара. Что произошло в 2022 году? Все эти поставщики ушли с рынка, и у нас перекрыты были каналы поставок, потому что сами мы покупать товар за валюту, ну или импортировать товар не умели. И 2022 год прошел под лозунгом найти товар, заново высорвать отношения с поставщиками и каким-то образом профинансировать все эти покупки. В 2022 год мы зашли с долгом порядка 65 миллиардов рублей и отрицательным чистым торговым капиталом минус 30. То есть наш долг был 95 миллиардов. Но многие инвесторы почему-то на это не обращали внимания, они смотрели только на банковский долг, и когда мы показали реально уже долг по итогам 2022 года, первый квартал 2023 года, все удивились, сказали, ой, как-то вы так долг нарастили. Ничего подобного. Я сейчас чуть дальше покажу. Мы за кризис на 2022 и такой для нас переход на 2023 год долговую нагрузку не увеличили, а даже сократили, несмотря на все сложности, которые случились. Итого, 2023 год мы закрыли с GV 540 миллиардов, у нас рост GV составил плюс 11 процентов, EBITDA выросла существенно больше 40 процентов, и мы достигли уровня 21,5 миллиардов рублей, ну и существенно сократили долг. Что представляет наша компания сейчас? У нас 1200 с небольшим… Так, все в обратную сторону, но неважно. У нас 1242 магазина, которые представлены по всей территории Российской Федерации, при этом доля онлайн-продаж около 70 процентов. Когда мы говорим про онлайн-продажи, мы все время встречаемся с вопросом, вы лукавите, чистая онлайн-продажа у вас 30 процентов, все остальное это продажи, которые вы проводите через мобильное приложение, используя ваши магазины. И мне все время хочется этим людям ответить, да, но мы абсолютно не лукавим. Мы используем нашу оффлайн-инфраструктуру как точки ПВЗ, причем эти точки ПВЗ на 100 процентов себя окупают, приносят нам положительную EBITDA, и при этом мы можем быть ближе к нашим покупателям, то есть они в этих точках могут посмотреть товар, и если он им понравился, купите или сразу, или получите его через 15 минут, если это онлайн-заказ, или мы его доставим из этих магазинов за 2 часа. При этом говорить о том, что как же вы конкурируете с маркетплейсом, мы покажем отдельный слайд. В этой части, особенно в регионах, которые находятся не в крупных городах-миллионниках, это плюс. Ни один маркетплейс не хранит крупную бытовую технику в таком ассортименте, который есть у нас там или у нашего оффлайн-конкурента, компании ДНС, на складах так близко от покупателя. Соответственно, здесь мы быстрее и более операционно эффективны, чем любой маркетплейс. Мы не будем останавливаться на таком количестве магазинов. Мы будем продолжать открывать наши магазины. В прошлом году мы протестировали малый формат магазинов, 500-600 квадратных метров. Чем этот формат хорош? Ну, во-первых, количество СКЮ, это 4,5 тысячи СКЮ, это где-то 70% матрицы нашего основного магазина. Выше у него, как выручка с квадратного метра, так, соответственно, за счет более низких расходов, выше ЕБИДА, то есть, в принципе, в первый год по этим магазинам ЕБИДА выше, чем в целом по компании. И для нас это очень хорошая, опять же, точка ПВЗ. Мы заходим этими магазинами в города, где нас не было до этого города, численностью 100 тысяч и даже ниже. И тем самым сразу приближаем себя к покупателю, потому что в этом магазине можно как купить товар с полки, так и сделать заказ. А так как магазины пополняются каждый день, то даже крупную бытовую технику можно на следующий день получить в том ассортименте, который у нас представлено. Так как магазины все прибыльные, мы открыли в прошлом году 62 магазина. Они все показали уже результат выше тех планов, которые мы ставили. В этом году мы планируем открыть 100 магазинов плюс, ну и дальше открывать по 100-150 магазинов. При этом подчеркну, что доля онлайн все равно будет 70%. То есть мы не уходим просто в каменную розницу без онлайна, без мобильного приложения. Конечно, нет, но мы, на наш взгляд, достаточно умело комбинируем все каналы связи с покупателем и возможности ему сделать покупку. Поэтому магазин открывать будем, но опять же они нам приносят деньги. С точки зрения продаж, как я уже сказала, 23-й год плюс 11% к 22-му году. 23-й год, уже четвертый квартал превысил 21-й год. 21-й год, заметьте, был самый высокий с точки зрения GV рекордной компании. Первый квартал 24-го года мы закрыли с ростом плюс 18% по GV. И выручка там тоже достаточно, double-digit точно и существенно выше. Но мы выручку не раскрывали, раскроем в рамках финансовых результатов по полугодию. С точки зрения наших каналов продаж, вот здесь тоже справа видно, что в целом где-то 90% всех продаж делается с использованием инфраструктуры магазина. Неважно, это самовывоз из магазина, это доставка на дом из магазина, или это прям прямые продажи. Тем не менее, наши магазины, они не просто простаивают, а мы платим за них аренду, они нам генерят денежный поток и в целом EBIT. Рост EBIT в прошлом году составил 49%, и здесь видно, что мы поработали как с валовой прибылью, так и со всеми видами расходов, существенно сократив долю из жены расходов. В принципе, прошлый год для нас был рекордный по доле жены расходов и капекс, там чуть позже покажу. С точки зрения рынка, 23-й год рынок вырос с 2,3 до 2,7 миллиарда рублей. По оценке аналитиков, в 24-й год опять произойдет рост рынка порядка 3 миллиардов рублей. Покупательская способность, мы все слушаем отчеты наших уважаемых и банков, и государственных структур, в принципе, покупательская способность растет, и индекс потребительских настроений тоже. С учетом тех ставок на ипотеку, которые сейчас заявлены, наверное, вряд ли стоит ожидать, что покупательская способность именно или активность покупателя в розничном сегменте будет снижаться. С точки зрения маркетплейсов, опять же, очень распространенный вопрос, который нам говорят, слушайте, сейчас маркетплейсы придут, тем более до нас ребята выступали, всех убьют, все помрут, останутся только маркетплейсы. Такое смелое заявление, но на наш взгляд, оно как бы право только наполовину. Да, маркетплейсы придут, это наша реальность, ее бессмысленно обсуждать, как бы, да, это есть. Но то, что останутся только маркетплейсы, мы с этим не согласны, и считаем, что можно купить на маркетплейсе какую-то там мелкобытовую технику, или тот товар, который там, зарядки, или даже айфон, в котором вы уверены, но опять же, здесь вопрос про гарантии, сейчас поговорим. А с точки зрения любой крупногабаритной техники, любой аудиосистемы телевизоров, все равно вряд ли кто-то купит там телевизор, не посмотрев, не сравнив пиксели, или не послушав звучание звука. И если 22-й год мы проигрывали маркетплейсам, потому что у нас еще этот товар на витрине был, но на запасе не было, и они доставляли его быстрее, и, соответственно, со своих складов. То сейчас мы полностью наполнили склады, и когда покупатель к нам приходит, посмотрев на этот товар, он его уже может сразу купить, а уровень сервиса уже у нас в магазинах сравнялся с уровнем сервиса любого маркетплейса, даже, как я уже сказал, в регионах мы гораздо быстрее и качественнее доставляем. Это первое. Второе. Мы представлены на всех маркетплейсах, и пытаемся здесь найти синергию. То есть понятно, для маркетплейса, когда мы смотрим их GMV, и видим, как они растут по электронике, надо не забывать, что мы на них везде представлены, для некоторых маркетплейсов мы являемся достаточно крупным игроком, и когда вы видите их рост GMV, надо понимать, что это наш рост GMV, а не просто как бы откуда-то взявшийся рост со стороны. Это первое. Второе. Для нас представленность на маркетплейсах позволяет нам получить в первую очередь нового клиента, потому что у нас порядка 70% минимум всех заказов на маркетплейсах забирается из наших магазинов самовывозами. Эти люди приходят к нам в магазин, мы их идентифицируем на кассе, если это не наш покупатель, мы его заносим в нашу программу лояльности, и дальше начинаем с ним работать. Самое дорогое сейчас на рынке для розницы это привлечение новых клиентов. Они нам достаются за счет сотрудничества со всеми маркетплейсами. Но они за это получают более высокий средний чек, что тоже, в принципе, наверное, с их стороны абсолютно разумно. Второе. Мы представлены на маркетплейсах тем товаром, который мы понимаем, нам нужно больше продвигать. Но опять же, повторю, 70% это самовывозы из наших магазинов. И вот справа мы показали такой слайд. Здесь указан NVIDIA. И один крупный оффлайн ритейлер. И, соответственно, два крупных маркетплейса. Красным выделена категория бытовой техники и электроники. Так вот, все эти четыре игрока примерно за 23-й год заработали 60% рынка. Остальные 40% рынка – это неорганизованная розница или другие игроки. Поэтому этот слайд призван ответить на вопрос, за счет чего вы все будете расти. Не только за счет того, что друг у друга будем отъедать, тем более, напомню, что у маркетплейсов в их GMV включен наш оборот. А еще за счет тех 40% рынка, которые в принципе есть, и понятно, куда можно расти и в среднесрочной перспективе даже не отнимая друг у друга долю. Как мы дифференцируемся от рынка? Мы здесь показали очень верхнеуровневую структуру нашего ассортимента. Нам также часто задают вопрос, ну, ребят, у вас нету STM, ну, куда вы там, все понятно. С одной стороны маркетплейс, с другой стороны другие игроки, у которых есть большая доля собственной STM, а вы там как бы не там, не там не преуспели. Ну, что же с вами делать? На самом деле попытались ответить на этот вопрос. Сейчас я все время, когда мне задают вопрос, я говорю, какая роль STM? У STM всего две роли. Больше зарабатывать или дифференцировать себя от рынка тем, что этот товар можно купить только у вас. Соответственно, у нас в компании есть такое понятие Video Only. Это тот товар, который или это STM, хотя доля STM у нас небольшая, или это какие-то эксклюзивные договора, ассортимент, который можно купить только у нас. Вот по итогам 2023 года доля такого ассортимента Video Only была 14%. По итогам первого квартала уже 20%. Мы очень сильно надеемся, что в краткосрочной перспективе эта доля вырастет до 30% и дальше мы ее будем наращивать. Что нам позволяет сделать этот ассортимент? Он позволяет нам более гибко управлять маржой ценой на полке, потому что этого товара больше нигде нету, кроме как у нас. Ну и, соответственно, при привлекательности этого товара для нашего клиента позволять удерживать с ним стойкую, неразрывную связь. Дальше 30% — это так называемая прогнозируемая маржа, это те договора, где у нас есть гарантия маржи, мы вернулись к старой схеме, когда поставщик полностью гарантирует нам тот уровень маржинальности, который есть, соответственно, он участвует во всех промо и вместе с нами управляет своей категорией долей рынка. И оставшиеся 49%, из них 30% параллельный импорт, и оставшиеся — это спотовые поставки, покупки на рынке того товара, который в моменте интересен покупателям. И вот там, к сожалению, скрыто за нижней строкой, но неважно, 9% — это высокомаржинальная категория сервисов и аксессуаров. У нас уровень сервиса растет. Если там еще несколько лет назад он составлял порядка 3% от товарооборота, сейчас уже 9%. Что это такое? Это, во-первых, весь финтех, на котором мы зарабатываем. У нас в периметре компании находится крупнейший брокер посткредитования компания ДК Финанс. Доля кредитных продаж больше 17%, и мы представляем нашим покупателям предложения, которых нет ни на одном рынке, потому что можем себе это позволить. Уважаемый организатор тоже с нами сотрудничает в качестве банка-партнера, но что для нас важно, что для покупателя мы являемся его контактом при приобретении любых финансовых услуг. Потому что мы сейчас заработали наше приложение, в нем появился раздел «Мои финансы», где у покупателя есть предодобренный кредит, кредит на линии, если он хочет, он может одним кликом его воспользоваться им, при этом ставка у него будет ниже, а мы с этим еще и заработаем. Долг на себя не привлекаем, у нас под капотом банк, соответственно, мы принимаем кредит на себя и потом его переступаем в адрес банка, не неся рисков, которые не свойственны нашему операционному бизнесу. Анна, я на секунду перебью, у нас остается 15-20 минут. Да, я буквально еще два вопроса отвечу, и да. Потому что все равно зададут вопрос по поводу уровня долга. Напомню, 23-й год – это долг плюс рабочий капитал. 23-й год – 71 миллиард, 21-й год был 101 миллиард, соответственно, долговая наша нагрузка снижается. 20-й год, где выручка была в разы меньше, чем сейчас, и товарные запасы были меньше, мы видим 62. То есть компания развивается, открывает магазины, и уровень долговой нагрузки, ну, заимствованные компании – 71 миллиард. Рейтинг это подтверждает. И вот, наверное, последний слайд, если получится. Вот как раз наша доля жены расходов и капекс. В нижний график видно, что в 2023 году она составила 14,2%. В 2019 году – 2018, и даже в пандемийный год это было 15,4%. То есть мы уверенно снижаем расходы за счет повышения операционной эффективности, ну, и, соответственно, тех мер, которые компания принимает. Это нам позволяет также дополнительную ликвидность направлять на развитие нашей компании. Все, я тогда заканчиваю, и мы перейдем к вопросам и ответам. Да, спасибо большое. Давайте, наверное, буквально два вопроса из чата таким блицем. Первое – это когда будет доп. эмиссия в инвиде, и какая возможная цена? Ну, смотрите, на оба вопроса я ответить не могу, потому что начнем с последнего. Цена, конечно же, будет устанавливаться в тот момент, когда будет понятно, что будет доп. эмиссия, и она будет устанавливаться общей известным порядком, соответственно, заранее ее никто никогда не объявляет. Вот это первое. С точки зрения доп. эмиссии все будет зависеть от рынка. Мы посмотрим сейчас, на наш взгляд, рынок не очень. Соответственно, смотрим на рыночную ситуацию и будем ближе к делу принимать решения. Конечно же, мы это все не утаим. И установлен в законодательном порядке, объявим рынок. Да, спасибо. И вопрос к Антону. Планирует ли SFI в будущем войти в индекс Мосбиржи? Почему Европлан в индексе, а главная компания все еще нет? Здесь вопрос к индексному комитету Мосбиржи, наверное, тоже не к нам. Мы бы очень хотели. У нас будет после погашения квазиказначейских акций больше 20% фрифлоута. У нас будет, надеюсь, если сейчас после коррекции подрастем до определяемых аналитиками справедливых показателей, или хотя бы чуть подтянемся к ним, в принципе, достаточная капитализация для этого. И мы сможем интенсифицировать нашу работу с Мосбиржей, уточняя, когда это теоретически и при каких условиях может случиться. Европлан почему в индексном комитете? Мне кажется, потому что это замечательная компания, объективно. Изначально вышедшая, подав хороший пример на рынок с неплохим фрифлоутом, 12,5%, капитализация более 100 миллиардов рублей. И, в принципе, перспективы этой компании явно позитивны. И это видно и по результатам первой отчетности после IPO. Рост сохраняется, прогнозы исключительно позитивные. Поэтому, мне кажется, что было бы странно, если бы Европлан рано или поздно туда не попал. У нас более сложная, наверное, операционная модель. У нас достаточно волатильные на данный момент бумаги. И мне кажется, что с этой точки зрения Европлан, опять же, для людей, которые принимают решения по поводу входа в индекс, это гораздо более предсказуемая бумага. Соответственно, наша задача действительно делать так, чтобы мы для биржи тоже были предсказуемым эмитентом, удовлетворяющим всем требованиям для того, чтобы войти в индекс. Да, спасибо, Антон. Друзья, микрофон, насколько я знаю, находится за колонной. Вот там вот. Можно как раз в него задавать. О, ничего нету. Как интересно. Это, походу, Озон унес микрофон. Так, тогда микрофон будет перед кафедрой. Будет передаваться или как. Хорошо. У меня вопрос двойной тогда будет с перваком видео. Что у вас, вижу, что вроде бы все неплохо, тогда зачем допомиссия? И какой долг и бета планируется после допомиссии? И эти деньги пойдут на гашение долга или все-таки больше на какие-то развития? И отсюда вопрос будет к SFI. Планируете ли вы допомиссию ровно на свою долю или после допомиссии выкупить больше и тем самым увеличить свою долю? Спасибо. Давайте я отвечу. С точки зрения, куда будут направлены деньги, я думаю, вернее, будет, конечно, зависеть от суммы привлечения, но по предварительной оценке деньги будут направлены на развитие компании. Мы открываем магазины, нам нужно инвеститься в рабочий капитал. И мы понимаем, что мы сейчас теряем те возможности, которые предоставляет рынок, потому что мы балансируем между ростом, сдерживая его для того, чтобы получить необходимый нам уровень маржинальности. Если, переводя на русский язык, условно говоря, у нас доля параллельного импорта там сейчас чуть-чуть подснизилась, составляет 25%, для чего? Потому что параллельный импорт, он приносит выручку, но меньше маржу. А нам нужна маржа для того, чтобы показывать хороший, в том числе и показатель долга и беда, ну и, соответственно, приближаться, выходить из убытков, которые у нас есть, за счет того, что здесь ключевая ставка высокая, и большие инвестиции были сделаны в основные средства несколько лет назад, и сейчас через амортизацию влияет на нашу отчетность. Если появятся дополнительные денежные средства, которые будут привлечены не в виде банковских кредитов, которые стоят деньги, нам это позволит нарастить долю того же параллельного импорта и сделать рывок в топ-лайн росте, чтобы потом загасить долг. По поводу нашего участия в возможной доп. эмиссии NVIDIA, мы уже, в принципе, это анонсировали, могу повторить. Мы готовы выкупать до 100% доп. эмиссии. Мы программы минимум сохранить свою долю в 10,4%, соответственно, выкупить 10,4% от размера доп. эмиссии. Мы уверены при этом, что это будет рыночное размещение, которое инвесторам будет интересно. Соответственно, посмотрим на книгу заявок. Уверены, что увидим в ней большое количество инвесторов и заявок. И все, что останется, если что-то останется, кроме нашей программы минимум, тоже с удовольствием приобретем. Поэтому, повторюсь, программа минимум сохранить долю в 10,4%. Если понадобится, готовая приобретать больше, соответственно, доля вырастет. Спасибо. Спасибо. Микрофон вот здесь. Можно тоже два вопроса. Да, да, да. Первое. У вас облигации торгуются сейчас с наибольшей доходностью относительно облигаций с таким же инвестрейтингом в связи с определенными рисками. В случае, если ситуация пойдет не по позитивному сценарию, готова ли материнская компания и дальше поддерживать МВИДИО, могут ли облигационеры быть уверены, что в любом сценарии не получится дефолт? Странный вопрос. Во-первых, наверное, мы не нуждаемся в поддержке акционеров с точки зрения поддержания нашего профиля ликвидности. Компания всегда рассчитывалась по своим долгам вовремя. Никаких недоплат или опозданий в погашении своего долга у нас не было. Поэтому это все равно, что задавать вопрос. Слушайте, а если сосулька на голову пойдет, вас в реанимацию отправят? Поэтому у нас нет потребности в поддержке акционеров компании. Второй вопрос. Если 70% продаж онлайн и около онлайна, вы считаете, какова прибыльность маленьких точек небольших по сравнению с большими магазинами классического форм-фактора? То есть мы понимаем, что в центре Питера аренда торговых площадей несколько дороже обходится, чем склад в шушарах у Азона. На самом деле не так. Можно найти информацию, сколько стоит аренда складов Азона, если задаться этой целью. Поэтому могу верить, наши арендные платежи ниже. Скажем так, это первое. А второе, у нас магазины прибыльные. Те магазины, которые не прибыльные, мы закрываем. В прошлом году мы порядка 40 магазинов закрыли. Все остальные магазины прибыльные. Новые магазины мы открываем с Ебедой. Маржинальность по Ебеде уже в первый год 5 и больше процентов. Хотя маржинальность по группе Ебеда за прошлый год была 4,9. А это магазины, которые только еще один год отработали, меньше года отработали и не раскрутились. То есть новые магазины, они более прибыльные. Спасибо. Следующий вопрос. Я вот вижу руки. Друзья, подходите, пожалуйста, к стойке. Нам тут справа подсказывают, что время для последнего вопроса у нас только осталось. Поэтому если с удовольствием в кулуарах с вами пообщаемся, убегать никуда не будем. У меня три. Тогда поскорее, Илья, пожалуйста. Может быть один тогда? И выбери один, самый важный. Нет, два кани, один к тебе. Аня, первый вопрос. Это, соответственно, проблемы с платежами. Насколько это сказалось на бизнесе группы? Да, на первый вопрос отвечу. Мы сейчас, когда опубликуем финансовые результаты, вы видите, что у нас товарные запасы существенно выросли. То есть это был план компании вырастить товарные запасы для того, чтобы высокий сезон back to school и четвертый квартал войти с большими товарными запасами. Поэтому, к сожалению, сейчас не принято... Проблемы начались в первом квартале. Я понимаю, сейчас не принято делиться хорошими новостями, потому что как только вы что-то положительно говорите, говорят, а вот этих мы еще не взяли под контроль, и после этого у всех начинаются проблемы. Поэтому у нас товар есть, мы его завозим, мы его оплачиваем, и товарные запасы растут. Давайте я вот так отвечу. Ну, это не ответный вопрос, но окей. Ну, почему нет? Вопрос был, насколько, как на вас повлияли проблемы с платежами. Ответный вопрос был, все у нас с платежами, все хорошо, мы там... Товарные запасы выросли. Хорошо, окей. Второй вопрос. Вы говорили когда-то, что IRR новых точек составляет 40%? Да, 40%. А, ну это хорошая новость. Вот, давайте брейкдаун. Сколько новых, новые точки, сколько старые точки. И третий вопрос к Антону. Какова инвестиционная идея, как бы, в покупке, когда ничего не известно о доп. эмиссии в M-видео? Все, вопрос больше не имею. Вы имеете в виду брейкдаун по EBD, да? Ну, брейкдаун, да, вот сколько приходится на новые точки по EBD, сколько на старые точки. Сейчас. Ну, давайте я скажу в проценте, что новые точки по EBD генерят, как я уже сказала, 5% в первый год. Соответственно, у нас есть еще наш собственный маркетплейс и есть старые точки. Общая EBD группа 4,9% маржинальность по EBD. Или вы в абсолюте имеете в виду? Вы смотрите, кружочек, сколько новые, сколько старые и сколько маркетплейс? Соответственно, у нас 1242 точки, новых только 62, которые мы открывали большей частью во втором полугодии прошлого года. Поэтому с точки зрения самой EBD, влияния их в абсолют, она там небольшая. Ну, они… Процента 3. Ну, там, от силы, да, наверное. Вот так. То есть дальше они будут расти и наши EBD должны улучшаться. Можно еще короткие вопросы? Ну, уже давайте в кулары отвечу на последний вопрос, который к нам был. Инвест идея очень проста. Считаем, что M-видео сейчас находится в старте новой фазы роста. И планируем в этом росте поучаствовать. Параметры неизвестны с точки зрения стоимости, которая будет определяться рынком на тот момент. Вот. И… Окей. Ближе к размещению еще раз обсудим этот вопрос. Да. Всем спасибо. Давайте тогда в кулуарах дальнейшие вопросы. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok